Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Прекрасное октябрьское утро и хорошее настроение, потому что, напротив меня сидит замечательный человек, прекрасная, умная, замечательная девушка и, самое главное, невероятный профессионал в корпоративной культуре Екатерина Васильева. Доброе утро! Доброе утро! Директор по людям, Росгострах и Банк. Да, Росгострах и Банк, все верно. Слушай, у нас с тобой произошло, просто помнишь, вчера я говорю, слушай, Катя, у меня есть сумасшедшее предложение. Ты говоришь, да. Вот твой принцип по жизни говорить, да? Да. Ты знаешь, и, наверное, я была немножко другой до ряда важных очень проектов, которые у меня произошли. Это были важные проекты с точки зрения профессиональной, личной жизни, и они меня научили говорить, да. Ты помнишь себя, говорящую нет? Да, прекрасно помню себя такой, я себя такой, если смотреть назад, не люблю. То есть, ты сейчас сама любишь ту, которая есть? Да. Нужно ли проповедовать всем? Говорите «да», там, ну, как помнишь, тренинги личного роста. Или каждый убирает для себя степень «да». Наверное, это, собственно, какое-то решение, и к этому нужно каждому прийти, потому что и как, там, и к культуре, и ценности, это невозможно навязать. Ты до этого приходишь к этому сам, созреваешься, и к этому готовишься, и потом получается так, как оно получается. Да, заставить, навязать, искусственно насадить, наверное, невозможно, только мы в американских фильмах это наблюдаем, да, что вот с сегодняшнего дня я не говорю «нет». Да, слушай, а вот твои близкие, да, я знаю, что супруг, ты познакомилась с ним в процессе своей работы, а вот он человек «да», «нет» или «подумаю». Он человек, да, человек, наверное, с 55 плюсами, и настолько с большим позитивом, верой в жизнь, верой в людей. И, опять же, мне кажется, это большое влияние тех проектов, через которые мы вместе прошли, но и он, в том числе, помог моему становлению именно… То есть, вы друг другу помогаете говорить «да», а дети? Именно так. Моя дочь мне сказала, что «мам, как-то с годами ты становишься всё лучше и лучше». Вот я думаю, что это ему помогает, то ли моя работа, то ли мои проекты, то ли то, что… То есть, семья, наверное. Семья, или то, что я научилась говорить, да, то, что начала смотреть на мир с ещё более открытыми глазами. А этому, опять же, помогли те люди, которые были вокруг меня все эти годы, потому что всё-таки мы становимся теми, кем мы становимся во многом благодаря профессиональной жизни, личной жизни и тем проектам, которые мы с помощью других людей, командой реализуем. Слушай, очень классно. У меня есть мой друг Надия Черкасова, мы с ней недавно встречались, и она говорила, знаешь, мне скоро будет столько-то лет, и я поняла, что у меня будет жизнь «да» и жизнь «после». А вот твою степень «да» в будущем ещё больше будет отрастать, или ты думаешь, уже разумная такая? Когда не… Начнётся ли регресс опять? Нет. Нет, не хочу регресса, потому что, в принципе, и моя текущая должность директора по работе с людьми, да, не персоналами, не ресурсами, не ещё как-то, это про «да», это про позитив и про какие-то общечеловеческие ценности, да, что нужно всегда оставаться человеком, а для того, чтобы нести этот положительный заряд, да, тебе нужно быть самому в позитиве, на какой-то доброй, хорошей такой дзен-волне, да, иначе ничего не получится. Слушай, открой секрет, пожалуйста, вот когда ты пришла в Росгостракбанк, там в штатном расписании было «Эгна», это написано, или вы всё-таки переписали? Коллеги меня ждали. И уже написали по людям, да? Да, готовились, да, поэтому, когда я пришла, эта должность уже была, но вот она только-только появилась. Слушай, а что для тебя, в чём для тебя разница существенная между директором по персоналу и директором по людям? Ну, опять же, для меня это больше со знаком плюс, да, потому что персонал – это какая-то такая нейтральная, сухая… Ресурсная. Ресурсная, безэмоциональная история. А люди для меня всё-таки это люди, да, это всегда какая-то история на развитие, на позитив, на открытость и на, наверное, движение. Буквально ещё там один вопрос для нашего разогрева. Я недавно разговаривал с одним очень интересным человеком. Он является руководителем программы развития лидерства в одной большой российской компании. И мы с ним обсуждали вопрос корпоративного коучинга. Я думаю, приду к ним для того, чтобы поработать с их топами. И он говорит, слушай, ну вот какие ты ценности исповедуешь сам? Ну, меня спрашивают. Я ему говорю, значит, очень люблю людей. И так, гордясь этим, так, значит, возвышенно так приподнялся, а он мне раз такой и хлопнул. А, значит, ты, говорит, не сможешь сделать человеку больно? И я только, знаешь, на секунду задумался. Он говорит, с точки зрения его пользы. То есть иногда бывает нужно показать некие другие стороны, которые человек просто не видит. А если его всё время гладить по головке, может не увидеть. Вот для тебя есть такая вот черта, что люди, это не только про любовь. Люди это про спрос, про ответственность и про, ну, иногда может быть, какую-то жёсткость. Да, конечно. То есть это есть однозначно, да? Абсолютно. Это не значит, что они сели-сели тебе на шею, и ты поехала. Быть человеком, это не только, соответственно, быть открытым, позитивным и менять что-то к лучшему. Это в том числе и про социальную ответственность. История очень непростая, история очень сложная. Это про ответственность сотрудника перед компанией, это ответственность компании перед сотрудником. Всё-таки мы дело делаем, да? Да, конечно. Слушай, интересно было, мы с братом своим на неделе разговаривали, обсуждали термин «свобода». Он говорит, свобода – это не то, что тебе всё разрешили. Это как вот в одно время в одной из наших бывших стран Сан-Грязи обрали гаишника с дороги. Все люди просто пьяные начали ездить. Ведь у нас же тоже сейчас нет сотрудников ДПС так много, как раньше было. Но ты понимаешь, что это не значит, что ты можешь нарушать правила. То есть другие появились методы. Вот как ты считаешь, вот эта внутренняя свобода, о которой мы сегодня стремимся в отношении управления людей, как создаются такие отношения, где люди не просто чувствуют себя свободными, но и в то же время берут на себя ответственность, эту свободу, как бы так управлять ей? Мне кажется, это история с доверием, да? Когда ты понимаешь, что ты доверяешь кому-то, тебе доверяют, что ты не можешь подвести того человека, кому ты доверяешь, ту компанию, того руководителя, тот коллектив, ту команду, да, вот тут вот и начинается эта история, что я доверяю, мне доверяют, я не могу подвести, я должен, я сделаю. Все будет лучше. Напомни мне, пожалуйста, какого числа открылись наши зимние олимпийские? 4 февраля, да? Или 8? Такие вопросы задали. Я просто сразу бы хотел тебя так раз и залететь в эту тему. Я помню в тот вечер, когда шло открытие олимпийских игр в России, в Сочи, я задержался на работе, пришел домой, мои дети еще были маленькие, сколько уже было, называется, 14-й год, 5 лет назад, в Софии было, получается, и сейчас 8-3, и город 12-3, 8. Ну, вот они вдвоем сидят возле телевизора с флажками, уже поздновато там было. Что для тебя эти олимпийские игры? Ой, для меня действительно вызов, челлендж, да, это модное слово, но действительно тот проект, который перевернул мою жизнь со всех сторон, тот проект, который научил меня говорить, да, что нет ничего невозможного, да, и мы помним, что один из слоганов, в том числе про олимпийских игр, да, что все возможно, все возможно, и действительно команда, потрясающая команда профессионалов, которые делали этот проект, показала всему миру, да, что все возможно, и, казалось бы, у нас не было ни одного готового объекта. Город Сочи, что это за город? Я помню, да. Его никто тогда не знал именно с этой точки зрения. То есть там же было болото на месте олимпийского? Да, было болото. Непонятно, где брать этих людей, как их учить, откуда их привозить, где масса людей, где сотни, там, тысяч волонтеров, которые приехали и сделали игры, тот персонал гостиниц, точка питания, этого там ничего не было. Это все появилось, это, конечно, благодаря огромным усилиям той управляющей команды, которая стояла во главе, и, в принципе, каждого сотрудника, который пришел в проект и доказал, каждый на своем куске работы, в командной работе, постоянно креативе, постоянно что-то создавая, придумывая все вместе, да, что все возможно. Я действительно стала очень серьезным, таким профессиональным ростом, мне кажется, и личностным ростом для каждого из нас. Сфокусируемся. Итак, Олимпиада. Ничего нет, ну, в прямом и в переносном смысле. И ты человек, который вовлечен в создание некого такой менеджмент-тима олимпийских объектов. И их не просто нет, даже и понимание того, а кто это был. А самое главное было их найти, наполнить ценностями и сделать так, чтобы они стали носителями ценностей и той корп-культуры. Кстати, если мы начнем говорить про корп-культуру, а что для тебя такое корп-культура? Вопрос хороший про корп-культуру, и, наверное, каждый воспринимает его по-разному, но возвращаясь, опять же, к людям, к тому, что люди – это то, что стоит на первом месте в любой компании. Для меня корп-культура – это некая связующая энергия, связующая ДНК, эмоциональная энергия коллектива. И, наверное, что важно, любому руководителю разного уровня понимать, как правильно управлять этой эмоциональной энергией. И если он это умеет делать, если он умеет в правильном русле направить своих людей, правильно их зажечь, поджечь, направить эту энергию, чтобы люди поверили в него, в свою очередь, и отдали ему эту энергию, то, в принципе, это ускорит фразы выполнения всех и стратегических, и операционных задач. Поэтому понятно, что корп-культура везде разная, но она направлена в любом случае куда-то, направлена энергия. Это получается постоянный обмен энергии между людьми, сотрудниками в целом и к руководителям. Конечно. Скажи, пожалуйста, вот самая главная задача, которую тебе предстояло решать на Олимпийских играх с точки зрения корпоративной культуры? Задач на самом деле было много, потому что корпоративная культура, когда я пришла, складывалась, но до конца еще не сложилась, потому что Олимпийские игры – это огромное количество людей, которые пришли из совершенно разных структур. Кто-то из государственных, кто-то из спортивных, кто-то из питания, кто-то из транспорта, кто-то из стройки, кто-то из управления проектами. То есть такой микс получился? Микс абсолютно бэкграундов, корпоративных культур, разных людей, всего-всего, разных корпораций. И поэтому действительно нужно было их наполнить смыслом, их наполнить единым каким-то эмоциональным зарядом для того, чтобы дальше они могли двигаться и работать. Поэтому действительно всех заряжало наше событие, которое нас всех ждало впереди, Олимпийские и Паралимпийские игры. Это было основным стержнем реализовать этот проект, дойти до конца. Это объединяло, но вокруг всего этого должно все-таки было что-то строиться. И, наверное, самый главный проект по корпоративной культуре, по ее построению – это проект по, так скажем, сначала было идентификацией, а потом построение, так скажем, института, должности, новой должности в нашей стране – это должность веню-менеджера по-английски или управляющего Олимпийским объектом. Директора Катка. Директора Катка, директора Трамплина, Санва-Абсолютной трассы. У нас их было таких объектов разных, там, от Олимпийских деревень, медиа-центра, порядка 17, соответственно, 17 было таких руководителей, каждый из которых управлял должен был бы управлять на своем объекте массами людей, сотнями. Откуда вы их взяли? Ведь я сразу вспоминаю этот анекдот. Здесь рыбы немцы, кто это говорит, директор? Приехали в Сочи, посмотрели, там болото. На самом деле вопрос был непростой, потому что мы понимали, что на этих людях, в принципе, будет успех Олимпийских игр. Почему на них? Почему на директоре Катка такая большая ответственность? Кстати, чтобы всем было понятно. Расскажу, потому что, в принципе, люди, атлеты, пресса, они приезжают не просто в город, они приезжают на определенные соревнования. На объект. На объект, на хоккей. Они идут через Олимпийский парк, он прекрасен, или через горы, но у них есть конкретная цель. Они хотят увидеть конкретное соревнование на конкретном объекте. И там должно быть все идеально для всех групп, которые туда приедут. Это и атлеты, и тренеры, и представители прессы различной, и это и международные, и российские федерации, и, конечно же, зрители. Катерина, скажи, пожалуйста, Екатерина же, правильно, да? Катя, Екатерина, все равно как-то. Да, без разницы. Окей. Скажи мне, пожалуйста, тогда я пытаюсь портрет компетенции. Все-таки номер один – это операционная деятельность, то есть, чтобы все работало идеально, или второе – это менеджмент? Это скорее менеджмент, потому что это менеджер с большой буквы. О! То есть это топ? Это топ-менеджер с большой буквы, потому что под ними сотни людей, от которых, от этих людей зависит то, как брать эту соревнования. Какой уровень зарплаты у таких людей на Западе? Ой, это действительно сотни тысяч долларов, потому что на Западе мы изучали практики и Америки, и Европы, и Канады. Профессия, управляющая олимпийским объектом. Да, это или спортивным объектом. Потому что там индустрия спорта настолько широко была развита, сейчас она у нас тоже уже развивается, и у нас этих людей становится все больше и больше. Стадиконов понастроили сколько, да? Да, но на тот момент времени у нас такой профессии не было в принципе, и то, что мы видели тех директоров катка, которых мы видели в 2009-2010 году, но это было совсем не то. Слушай, но 2014 год еще не так далеко от нулевых, когда очень модно было привозить экспатов. Взяли бы да привезли. Да, но был такой вариант, и мы в принципе их и привозили, этих экспатов, но для того, чтобы руководить нашим катком, нашим стадионом, прекрасный стадион в Фишде, прошла церемония открытия и закрытия. Ты представляешь, какое количество там было зрителей, какое количество персонала. А безопасность там, президента там, так далее. Конечно, конечно, селебритис, наши все вип-гости, конечно, это огромная логистика. Слушай, интересно, а кто был директором Фишда, не помнишь? Почему? Прекрасно знаю этого человека. Роман, привет. А, так это мой супруг. Нет, это мой очень хороший тоже близкий коллега-друг, потому что все они в принципе практически семья. Мой супруг руководитель как раз катка. Как это не смешно. Слушай, а как его судьба сложилась дальше от Романа? И коль мы ему уже привет передали. В принципе, профессиональная судьба всех веню-менеджеров, но мы с тобой забегаем вперед, да, мы же… А, да, да, извини. Давай про Романа мы расскажем. Мы с тобой вернемся. Мы с тобой вернемся. Была история привезти действительно из Канады, потому что там только что прошли зимние Олимпийские игры в Ванкувере. Можно было привезти экспатов из Лондона. Ну, летние, да, можно было привезти откуда угодно из Европы, потому что там проходят ежегодно различные международные соревнования. Но это было осознанное решение, причем так на уровне страновом, что мы хотим легоси, мы хотим создать наследие, мы хотим этих людей вырастить у себя внутри, чтобы когда Олимпийские игры закончились, но объекты-то у нас остаются, инфраструктура у нас остается. Слушай, чтобы они не уехали. Конечно. Закончили, все уехали. Да, чемпионат мира по футболу предстоял, да, кто-то должен остаться был здесь, в России, и нести эти знания, нести тот профессиональный опыт, который они получили во время игр. Невозможно было. Давай, если в разных плоскостях попытаемся посмотреть, мы же с тобой менеджеры, да, еще к тому же, и моя цель не просто нам с тобой поболтать и получить друг от друга удовольствие, но еще эти люди, которые смотрят нашу программу, должны вынести нечто практическое, то есть приложить этот опыт о том, о чем мы с тобой говорим, на свою конкретную фирму, на свою конкретную компанию, что ему конкретно делать. Итак, вызов. Непонятно кто и что, и принято решение своих. И вот когда ты непонятно кто и что, и ты принимаешь решение, тебе надо их отбирать, должны появиться критерии. Или, как бы я сказал, фундаментальные принципы, ценности или что-то еще, вокруг которых вся культура эта росла. То есть зерна положить туда, критичные, да, как в Евангелии, чтобы выросло дерево. Кто придумал? Откуда взялись? Как это создавалось? На самом деле это была командная работа. С консультантами? С консультантами, в том числе привезенными из-за рубежа. Да, мы специально привезли для того, чтобы они помогли нам определить, кто этот человек, идеальный профиль нашего веню-менеджера. Это была наша командная работа. И HR, и консультантов, и руководителей оргкомитета СОЧ-2014. Мы определили вот этот идеальный профиль и поняли, что такого человека в России пока нет. И действительно нам что было важно? Важен потенциал. Мы понимаем, что этот человек должен был, если мы идем на уступки, если мы начинаем искать кого-то с рынка, кто не соответствует этим критериям, мы понимаем, что важен потенциал, на который человек, которым мы обучим всему, чему он должен знать, чему он должен уметь. Мы расскажем ему, что такое Олимпийские игры, что такое международные соревнования, как правильно управлять людьми, что такое в принципе люди на таком мероприятии, что такое операционная деятельность на этом мероприятии, мы его со всех стороны накачаем этими знаниями. И вот наш скелетик постепенно наполнен и обрастет. Слушай, вспомнил две картинки, я уверен, что они тебе повеселят. Первый из мультика «Леопольда». Помнишь, как они одного мышонка надували, как ты говоришь, накачивали. А второй, ты знаешь, я не помню, какой это фильм американский еще в 90-х, когда там было сборище любителей пива, и в листе фанели был вырезан такой профиль, чтобы живот был обязательно. И кто проходил, того не пускали, что должен быть. То есть вы через такое сито. Но я хочу тебя еще вернуть на один уровень выше. Это компетенции человека. А кто придумал вообще в целом базовые фундаментальные вещи, которым должны соответствовать эти компетенции? То есть доверие, ответственность, вот эти вот вещи. Откуда они взялись? Ну, ты прям на самом деле угадал про доверие и ответственность. Это те самые ключевые вещи, на которых мы опирались. Они были зафиксированы? Ну, они были зафиксированы как некие ценности доверия, ответственности, потому что без этого, в принципе, работа любого руководителя не строится. Вроде слова у всех одинаковые, главное же наполнение смысла. Да, и то, как ты, наверное, это демонстрируешь, потому что ты можешь бесконечное количество раз сказать сотруднику «дверяй мне, верь мне», а если ты на деле демонстрируешь совершенно другое, если ты не заботишься о своих сотрудниках и демонстрируешь это, то и тебе не будет того уровня доверия и того уровня помощи, который ты ждешь от своих сотрудников. Поэтому это реальные модели поведения, которым ты должен научить своих руководителей, чтобы они несли эти ценности, чтобы они их демонстрировали, чтобы они на каждом беде дневном примере, в каждом своем проявлении демонстрировали и собственную ответственность, и собственное отношение к делу, и собственную веру в успех. Потому что если у тебя руководитель не верит в успех, то какой солдат пойдет за таким полководцем, когда нет веры в успех? Можно ли сказать, это моя вольная интерпретация, что корпоративная культура – это видимое поведение людей? Да, в принципе, по учебникам, по книжке стандартно, что корпоративная культура – это как бы визуализированные атрибуты ценностей, повешенные на плакате, на ручке написан какой-то слоган. Но это какой-то атрибут, который может не заходить, потому что он не откликается. Где ценности написаны, ручки красивые, а… Они работают. Они работают. Потому что ценности не соотносятся с тем, что чувствуют люди внутри, то, какое отношение к ним. Да, и в принципе, это никак не проявляется на моделях поведения. Дальше, соответственно, следующий этап за этими артефактами – это модели поведения, то, как проявляются ценности в повседневной работе. И следующее – это убеждение. Да, и то, как человек себя ведет. Мы имеем классическую схему Эдгара Шейна – корпоративная культура. Да, да. То, как он себя ведет, как он каждодневно проявляет заботу, доверие, ответственность и все остальное, да, то, соответственно, это намного важнее, чем то, во что он реально верит и что он думает. Да, поэтому мы реально учили наших веню-менеджерам правильному стилю лидерства, правильной модели поведения, да, за которым, естественно, пришли убеждения. Окей, супер. Вот все, что я слышу, просто фантастика. А самое главное, я понимаю, откатываясь назад, что это действительно получилось, но чтобы нам было понятно, вытащить из себя вот эти вот практические инструменты. Итак, любой руководитель на своем рабочем месте определился, ну, по каким-то сам, поговорил с кем-то, консультанта, там, коуча нанял, неважно, и выработал некие фундаментальные вещи, для которых он готов транслировать. И первое, что он должен положить себе в голову, что это не просто то, что написано на стене, это я этому должен соответствовать ежедневно в своем поведении, показывать. Но классно. А вот теперь он выходит за пределы своего кабинета, а там сидят топы. Ну, да, как все-таки вам удалось, может быть, ты там, знаешь, дашь какие-то 4, 5, 6 конкретных шагов, что нужно сделать, чтобы люди, которые даже не понимали еще о ценности, вдруг стали их демонстрировать. Это вот прям, вот представь, что перед тобой задача, и тебя ждут, Катерина, скажи, просто 5 шагов обучения людям правильным моделям поведения в соответствии с ценностями. Ну, на самом деле, у нас было легче, у нас, так скажем, были тепличные условия, когда мы делали все с нуля, да, и руководителей, 17 руководителей мы привели, да, и отобрали, привели, посадили за парты. А сколько было вот на входе воронок вот этого? У нас конкурс на место был на самом деле безумный, да, безумный конкурс на место, и действительно, это была такая большая всероссийская программа по отбору, по выбору наших веню-менеджеров, ассессмент-центры, тесты, что мы только не делали, просто сам вот этап отбора у нас занял порядка полугода до определения финалистов, и если говорить о воронке, там уже при отобранных полуфиналистов было порядка 2000 человек, и мы получили в сухом остатке в результате 17 веню-менеджеров, которые возглавили те или иные спортивные, неспортивные медийные объекты. Поэтому нам было проще, да, мы их поставили… 1% получается, практически. Ну, это были действительно те люди, которые соответствовали минимальным требованиям. Это огромный потенциал, да, именно лидерский, харизма, коммуникационные навыки, идеальные английские, потому что мы помним, что Международный Олимпийский комитет, Международная Федерация, Международные СМИ, то есть идеальный английский, менеджерский опыт, да, желательно в ивентах, если нет, то нет, мы готовы были этому учить. То есть мы всех посадили за парту и сделали большую обучающую программу. Простили на 5 шагов, чтобы было, на 3, на 4, сколько тебе удобнее, чтобы мы могли структурно посмотреть, как это работает. Это же сначала это теория, да, потому что мы должны привести были всех этих разных людей с совершенно разным пограундом. Просто учить. Вот вы их садили за парту и просто учили. Да. Они читали им, преподавали. Это были фасилитации. Конечно, человек должен до много подойти сам, именно через осознание, через обсуждение, через выработку командную, да, каких-то определенных подходов. Поэтому мы им не насаживали наши ценности искусственно. Мы не говорили, делайте так, чтобы вам люди доверяли. Мы учили им этим инструментом, мы давали им понимание, что такое лидер, кто такой идеальный лидер, как лидер должен заботиться о своей команде, как он должен выстраивать атмосферу доверия в коллективе, как он должен делать так, чтобы люди за ним шли, чтобы они хотели за ним идти, да, неважно, сколько им платят. Волонтерам вообще ничего на играх не платили, но веню-мендеры не обогатворяли, да, как правильно мотивировать своих людей, не деньгами, потому что это не та история. Скажи, пожалуйста, после этого первого теоретического блока кто-то отсеялся? Были, наверное, были те, по кому у нас были некие сомнения, и мы понимали… То есть мы брали с запасом? Конечно, мы понимали здесь, что нужно усиливать уже по каждому. Далее мы нагружали на самом деле теоретической частью, но уже более практической, эта история. Сколько по времени вот это было обучение? Наверное, если говорить про теорию, это было плюс-минус адаптация стандартная 3 месяца, да, и после этого мы уже накладывали много других вещей. Окей, следующий этап, первый, теоретическое обучение. Что дальше? Да, следующее за теоретическим обучением именно лидерству мы уже учили именно предмету. Что такое Олимпийские игры, что такое международные соревнования, что такое работа объекта, спортивного объекта, из чего она состоит. Они у нас сдавали экзамены, и письменные, и устные, у нас было жюри. Это хардскиллс уже? Да, это хардскиллс. У нас были эксперты, специально привезённые из того же Ванкувера, из того же Лондона, которые учили и тому, что такое игры, что такое объект, они с ними разговаривали. Это были постоянные какие-то истории на объяснение того теоретического материала, который мы давали. И что такое софтскиллс, кто такой веню-менеджер, почему он зажигает, почему за ним идут, почему именно эмоциональная энергия людей сконцентрирована именно на нём, почему он зажигает всех на подвиге. И после этого, после того, как они у нас сдали экзамены теоретически, мы их выпускали в поля, они у нас ездили по России, смотрели какие-то проходящие в Хантамансийске. Это шаг 3 уже практика. Да, это уже практика, но это, так скажем, даже не практика, это история с, так скажем, программой Обзервер, когда ты приезжаешь и как шедоу или как визитёр ходишь по объекту, пристёгнутый к другому веню-менеджеру или другому руководителю, который сейчас управляет данным конкретным соревнованием. Услышал, попробовал, посмотрел. Конечно, что он делает, как он делает, чем живёт спортивный объект, как это происходит, какие ниточки там работают, в том числе по управлению людьми. Что заставляет этих людей прийти и отработать качественно, эффективно в течение недели на каком-то длительном мероприятии. Какой след следующее, после того, как они вернулись, что дальше? Это были российские соревнования, и после этого мы попытались кого-то вывезти в Лондон, посмотреть на Лондон, и даже не вывезти, уже поработать в какой-то определенной роли. Они не были веню-менеджерами, они были ассистентами, они были… Минус 5 позиций. Минус 5 позиций, но, тем не менее, они своими руками уже попробовали, они пожили жизнью, потому что олимпийские игры – история достаточно выматывающая для персонала, потому что энергия затратна, это длинные смены, это долгий период мероприятия, потому что порядка трех недель, без сна, без отдыха, нон-стоп идут мероприятия, и очень важно не выгореть. Это иногда действительно, если мы говорим про этап планирования, это работа была на креатив, на создание, на концепцию, то сама реализация мероприятий – это уже работа операционная, в поле, ручная. Если говорить о зимних олимпийских играх, то это горы, снег, дождь, все под угрозой срыва, сходили лавины, переграждали трассы. Соответственно, что нужно делать венименджеру для того, чтобы люди приходили каждый день на смену, особенно на волонтеры, и продолжали заряженно работать на визу. То есть, он не может просто сидеть в своем кабинете? Нет. Он должен быть среди них. Он же ролевая модель. Он должен нести ценности, он должен заряжать энергией людей. Если он сидит в кабинете, ничего не произойдет, никто к завтраку не видит. Можно буквально один вопрос, брошенный, не про банк, про другую сторону посмотрим. Если вдруг в Российской Федерации все генеральные директора, всех компаний России, станут такими, какую ты описываешь. Что случится с нашей экономикой? На самом деле, мы же понимаем, что все говорят, я хочу корпоративную культуру, как Google. Google – это идеальная корпоративная модель. Свободные сотрудники, agile, creative здесь и сейчас, но физически невозможно корпоративную культуру Google применить на банке, на завод, где, соответственно, куча требований по безопасности. Должно быть проведено масса тестов, масса бумаг подписана, проверка сделана для того, чтобы сделать какой-то определенный продукт. То есть, корпоративная, быстро меняющаяся agile здесь и сейчас попробовали, не получилось, поменяли. Культура Google не подойдет, например, для компании Сибур. Там должны быть остановки немножко другие. На именно ответственность, на проверку, на точность, на какой-то научный подход, на sustainability. То есть, опять же, смотрим, что мы делаем, не портим ли мы окружающую среду. Там безопасность, первую очередь. Проверки безопасности. То есть, корпоративная культура… Все они разные. Они разные и все зависит от компании и от цели этой компании, потому что шаблоны не получатся. Спасибо тебе большое. Верну тебя. Итак, мы с тобой посмотрели, если бы, например, сейчас мы с тобой читали лекцию о том, как создавать корпоративную культуру, ты уже сказала мне четыре главных шага. Первая – теория обучения. Софт и хард. Софт и хард. Причем, софт за партами, хард уже конкретно с теми людьми, которые это умели. От практиков к практику. Получается, некое наставничество. Следующая – это практика, где они просто смотрели в виде шэдоу вторых лиц, приклеенных к человеку. Это даже не практика, это увидение, наблюдение. Да, осознание. Наблюдение, осознание. И четвертая – это уже практика, где они работали минусовыми позициями для того, чтобы понять, что дальше, последние два-три шага. Да. Соответственно, последние шаги – это были тестовые мероприятия. За полтора, за год до игр мы проводили в Сочи уже на реальных только-только построенных объектах. Они вот только-только сдались эксплуатацию. То есть, пилоты такие, да? Да, они вот были еще прям сырыми-сырыми, потому что только объект запустили, только его выпустили. На них мы проводили тестовые международные или всероссийские соревнования. И там они уже выступали в роли своей, веню-менеджеров. Они должны были продемонстрировать все то, чему они научились за это время. Они уже вышли вперед. Они были теми самыми ролевыми моделями, носителями ценностей и должны были демонстрировать те самые модели поведения, которыми мы учили их. Да, и у нас были те, кто нас отселились после тестовых, кто не сдал вот этот вот практический экзамен, и кого мы быстро были вынуждены заменять. Из-за резерва. Ну, так скажем, да, из-за резерва. Потому что, действительно, нагрузка колоссальная и ответственность колоссальная. Да, и не все, как оказалось, готовы сами встать на броневичок. И вытянув руку. И вытянув руку, вести за собой войска на завоевание мира и так далее. Поэтому непросто. Да, это определённый, как оказалось, должен был быть типаж именно персоналия, который может выполнять эту работу успешно. Помнишь ли ты первый вечер после первого дня Олимпиады? Ох, помню. Да, я его провела на объекте, потому что я тоже, как и все остальные… Был разбор полётов потом? На самом деле всё было настолько идеально спланировано, и настолько мы тщательно планировали каждую запятую, каждую минуту игры. У нас же действительно были так называемые «дейли-раншиты», когда каждый день, каждая минута на каждом объекте, у каждого менеджера была расписана, во сколько открываются двери, запускаются зрители, и что должно быть сделано до этого. Такая огромная работа. И поминутная была реально разблюдовка, ещё за несколько недель до игр мы понимали, кто что на каком месте делает. И что ещё важно, было не только обучить веню-менеджеров, нужно было правильно обучать новичков для того, чтобы они уже входили заряженные в эту историю, с открытыми глазами. Ещё очень важно было обучать волонтёров. Волонтёрская программа обучения волонтёров заняла у нас порядка их отбор и обучение несколько лет. И мы их учили не тому, на каком объекте они будут работать. Это мы делали, когда они уже все приехали в Сочи, и мы уже на объекте их обучали. Вот это объект, и твоя роль такая, и твои задачи такие. За год до игр мы их обучали тем самым ценностям. Что такое игры? Как правильно себя вести на играх? Что это за проект? Какие ценности общечеловеческие он несёт? Что это, в принципе, про единение, про командную работу, про доверие, про ответственность каждого? Это тоже была история, которая двигалась на встречу друг другу. Класс. То есть не только руководителей, но и новичков, и в том числе тот самый персонал, который высадился на игры буквально за неделю, но он уже был накачан, он был уже заряжен, и он уже понимал, а зачем они здесь, какая их цель, какая их миссия, что они те самые лица игр. Вот это вот всё тоже было очень важно правильно донести и показать, чтобы когда всё начало происходить, да, ни у кого не было вопросов, а что я здесь делаю, и… как сказала Яна в прошлом, а я здесь про что? Да. Да. Скажи мне, пожалуйста, вот Олимпиада закончилась. До свидания. Возвращаемся к Роману. Скоровый мышка. Четыре года впереди для Чемпионата мира по футболу. Да. Что ты успела сделать за этот трек? Был ли вызов ещё? Ну, на самом деле, это был действительно проект очень сложный, и для многих это была такая история про… Чем? Мы уже про Чем говорили? Или про Олимпиаду ещё пока? Про Олимпиаду, да, что это была история с таким профессиональным выгоранием, да, но тем не менее все поняли, что отдыхать некогда, потому что действительно Чем впереди, и в том числе, чем занималась, так скажем, при подготовке к Чему, да, это прежде всего определение, кто же готов двигаться дальше, потому что, понятно, мы уже говорили о том, кем могут стать наши веню-менеджеры. Действительно, они стали управленцами на очень высоком уровне. Если говорить, в общем, о срезе, да, то несколько человек, пройдя Олимпийские игры и пройдя Чем, стали министрами спорта различных регионов Российской Федерации. Кто-то занимает очень высокие должности, руководя региональными службами очень больших государственных или под государственных корпораций. Спортивных, да? Нет, не обязательно спортивных. А, то есть они просто менеджеры? Конечно. И Рома наш? В том числе, да, он как раз в одной из гигантских российских корпораций возглавляет один из регионов. Давай его пригласим на Мораль, послушаем, что он нам расскажет. Я думаю, он с удовольствием поделится. Харизма лидерства настолько налицо, что действительно он сможет, я думаю, поделиться своим опытом и игр, и пост-игр. Что тут с ценностями было? Были ли ценности придуманы или уже привнесены извне? Мы говорим о чемпионате мира. О чемпионате мира, да, уже. Ну, на самом деле история, наверное, очень похожая, да, с одной стороны, потому что это тоже про патриотизм, это тоже про национальный проект номер один, только тот был национальный проект 2014 года, а это 2018, да, и самое важное – не сделать хуже. То есть, уже был план Казатор. Конечно, мы показали всему миру, как это бывает. И здесь называется история, что Бог любит Россию, да, как говорят иностранцы после Олимпийских игр и после Чема, потому что, как вспомним, и на том мероприятии, и на другом у нас была идеальная погода. Ах, да. Идеаль, все условия были идеальны. И хорошие результаты. И хорошие результаты, да, поэтому… Чего уж никто не ожидал от чемпионата мира по футболу. Поэтому это было очень важно, но что касается, если говорить про Чем и про руководителей, которые перешли с должности руководителя Олимпийского объекта на чемпионат мира по футболу, на должности руководителей городов, да, мы помним, что… То есть, были уже кадры, если в отличие от Олимпиады то не было никого, то у нас, как ты сказала, 17 было человеком. А сколько нужно было вообще для ЧМа? Для ЧМа 11 городов, 11 мини-менеджеров. А, ну то есть, у нас, по сути, был кадровый резерв. Конечно. Были кто-то новые? Да, естественно, были новые, потому что мы помним, что есть 11 городов, и города очень активно готовились к чемпионату мира на момент заявки, и, понятно, там есть лидеры, конечно, мы не могли их не рассматривать, и, естественно, отдавали предпочтение тем, кто внутри городов нес экспертизу, владел знаниями. Скажи мне, пожалуйста, вот без, конечно, имён, да, и я не знаю, можно ли это сказать, но вот кто был успешнее, кто после Олимпиады или кто пришли извне? Очень по-разному, потому что на самом деле здесь, вернее, по-разному хорошо, я бы сказала. То есть, все были хорошо, но по-разному успешными? По-разному успешными, и каждый строил свою какую-то историю успеха. Но что здесь было важно? Шло кроссопыление, потому что мы постоянно их собирали всех вместе. А, то есть, совместно, коллаборация, как рейшн, как на угодно. Мы их привозили из всех городов, собирали регулярно, это были и личные очные встречи, это были и ВКС, все обменивались знаниями, все делились друг с другом, и шло постоянно перекрестное пыление, и если у человека не было, например, знаний и опыта Олимпийских игр, но была глубокая специфика и понимание своего собственного города, понимание того стадиона, объекта, который там строится, то недостающие знания он мог подчеркнуть, и у нас уже были выстроены идеальные модели поведения, мы помним, которые он смотрел, брал и воспринимал как крыльевую модель. И когда мы проводили Кубок Конфедераций… – Предыдущие, это в 2017 году. – В 2017 году, то, соответственно, там были люди уже опытные, руководили стадионами, мы привозили всех новичков им в помощь, как шедоу, как обозревателей, они смотрели, они следили, как все происходило, они подчеркнули это знание. – То есть те же самые шесть этапов? – Очень похоже, просто потому что все покороче, потому что костяк был уже сформирован, их учить нужно было только в специфике футбольной, общение с ФИФА, общение именно с командами именно футбольными, и была, конечно, специфика, их нужно было всем учить. – Да, но в целом логика была следующая. Обманчивый монитор, который все время тебе показывает 9.04, на самом деле сейчас показывает ровно, что нам осталось 3 минуты до конца эфира. – То есть я не успела поделиться всем, чем хотела. – Значит будет получше. Но, теперь самое главное. Ну вот, слава Богу, мы с тобой создали шесть этапов. Они плюс-минус где-то похожи. Сейчас ты, главное по людям, в «Росгострах» плюс банк. Или банк, как правильно? – «Росгострах банк». – «Росгострах банк». Потому что я на логотипе выделил значок «плюс», думаю, интересно, а вот зачем «плюс» нарисовали. Ну ладно. Что нас ждет? Что ты ожидаешь? Что ты хочешь сказать всем, кто работает в банке, все, кто является клиентом банка, все, кто смотрит на этот банк? Что будет? – На самом деле, лично я пришла в проект по, так скажем, перерождению «Росгострах банка» за новым вызовом, за интересными задачами. Потому что интересных задач никогда не бывает мало, интересные задачи в прошедшем времени не работают. Хочется здесь и сейчас. И действительно, эта история, когда на площадке 25-летнего банка, который заслужил доверие и клиентов, и партнеров, история есть, когда он перевозрождается и совершенно начинает делать что-то новое для себя, совершенно пытается занять новую нишу, построить новый бизнес, новые отношения с клиентами, завоевать новый рынок. И это всегда вызов, потому что мы начинаем работать по-другому, нам нужен другой персонал, нам нужна другая региональная сеть. То есть, это вызов, и многие вещи должны перестраивать. Пределы, в том числе и корпоративную культуру надо менять под новые задачи и под новые амбициозные цели. Потому что мы хотим в 2022 году войти в топ, определенный в топ в автокредитовании. И цель очень амбициозная – занять определенную нишу рынка. Есть определенные цифры и планы. И рост действительно амбициозный. И поэтому действительно надо двигаться очень быстро и работать очень динамично. Правильно ли я услышал, что сегодня новый Росгострокбанк, если представить в виде мишени, то в центре – это люди. Люди – это основа всего. Что ты хочешь сказать тем людям, которые еще думают, а это не прийти ли мне на работу в Росгострокбанк сейчас? Это стартап. Стартап всегда – это горячо, это ярко, это быстро, это динамично. Это ты встаешь новое здесь и сейчас достаточно быстро видишь свои результаты. Это возможность повлиять… Каких людей вы ждете? Это действительно людей, которые готовы работать с полной самодачей. Готовы довериться руководству банка и, соответственно, на этом доверии сделать очень-очень много. Это шанс. Это шанс. Челлендж и шанс. Конечно, проявить себя. Это как олимпиада. Да. Что-то очень похоже. Проявить себя и сделать что-то новое своими руками и здесь и сейчас. Не в какой-то большой корпорации, которая вялость куда-то текуще течет, а сделать новое, быстро, здесь и сейчас, и очень достаточно быстро увидеть результаты. Классно. Скажи мне, пожалуйста, а что тебя лично драйвит каждый день, чтобы брать и внедрять все то огромное габаразие опыта, которое ты знаешь и умеешь? Любовь к людям. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, было очень интересно, а самое главное было очень практично. Уважаемые зрители, мы сегодня с Екатериной прошлись, казалось бы, разложили подготовку Олимпиады России через людей, мы посмотрели о том, что нужно делать. И если вы внимательно нас слушали, я вам повторю, что первое, это отобрать, понять ключевые важные вещи, ценности, суть, сутевые принципы, вокруг чего строить. Второе, попытаться понять, а какими должны быть люди, которые придут к вам. А если у вас эти люди есть, объясните им, что вы от них ожидаете. Показать, обучать, развивать ровно до того момента, чтобы они стали демонстрировать те самые модели поведения, которые вы хотите, чтобы получились. И тогда этот процесс станет необратимым, и от вас пойдет к руководителям, от руководителя к людям, и от людей к клиентам. И успех бизнеса будет обеспечен. Будем надеяться. Спасибо тебе огромное. Была Екатерина Васильева, главный по людям, директор по людям Росгустарбанка. Пока. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok